Приветствую вас! Складывается такое чувство, такое ощущение, что все это часть некой игры, в которую вы играете, ну, преследуя какую-то свою цель. Вы знаете, Алексей, как бы с точки зрения именно вот психологии, с точки зрения профессиональной психотерапии, я бы сказал, что проблема заключается в вашей неуверенности в себе и в отсутствии доверия к себе, самому. То есть, вы не чувствуете доверия к себе, у вас нет четкого фильтра, через который бы вы пропускали поступающую информацию, да, то есть, ну, вы не отсеиваете вот то, что, то, что вам, например, нужно, да, то, что вам необходимо, и то, что, соответственно, лишнее было бы для вас. Вот. То есть, таких вот отфильтровываний у вас не происходит. И мне видится, что именно в этом и заключается основная проблема. То есть, она не заключается на самом деле в том, что вы посмотрели какую-то там передачу, да, или там что-то еще. Она не заключается в том, что вы видите мир, там, через призму, да, вот, и так далее. Она заключается, проблема заключается в том, что вы изначально не уверены в себе. Вот. То есть, все дело исключительно только в этом. И вот до тех пор, пока вы будете в себе не уверены, до тех пор, пока ситуация будет складываться, ну, вот, примерно таким образом, будет проблема. Понимаете? Понимаете? Вот. А почему вы в себе не уверены, да, откуда взялась эта неуверенность в себе? Это, конечно, уже нужно выяснять, потому что, ну, вот, так, как бы, ответить на этот вопрос, понятное дело, что нельзя, потому что нужно больше информации о вас. Но ключевой аспект заключается в том, что вам всегда было неуютно в мире, в котором вы живете. Вам всегда было в нем некомфортно, вы никогда не чувствовали себя в безопасности в мире. Вот. И, соответственно, именно поэтому вы и убежали сейчас в эту призму. В эту призму, в призму восприятия, в призму пелены и так далее. То есть, все это, вот, все, что происходит, все это, как бы, не случайно, да, то есть, это все обусловлено, обусловлено тем, что вы хотите, обусловлено тем, что для вас важно. Вот. Вот. С точки зрения психологии, это работает именно так и никак иначе. Вот. Понимаете? Поэтому, изначально, изначально, свое внимание, ресурсы, а также работу индивидуальную, которая вам необходима, стоит направить именно на это. на изначальное ваше состояние, еще до того, как вы посмотрели эти передачи и так далее, и так далее. Вот я у вас в профиле, вот, если к вам в профиле, в профиль зайти, вот, сейчас я зайду в профиль, вот, вы здесь пишете, значит, почему Бог перестал мне помогать, когда мне было, к примеру, 16 лет, мне обходили стороной болезни, отец у вас заботу, заботу Бога, сейчас мне 23, скоро будет 24, просто были проблемы с желудком. Понимаете, вот, я даже считать дальше не буду, да, потому что, что происходит? Происходит, как бы, перенос ответственности. То есть, вы ответственность с себя снимаете за свою жизнь. И вы предлагаете ее на, собственно, кого? На Бога, да? Как бы, ожидая, что именно Он, Бог, вам, значит, ну, поможет, да, ожидая, что именно Бог вас защитит. О чем, о чем это говорит? Это говорит на том, что, сами, сами на себя ответственность вы, брат, не готовы и не хотите, боитесь ее, возможно, ответственности, ну, самостоятельной ответственности за свою жизнь, вы боитесь, боитесь ли, либо боитесь, либо не хотите ее брать. Ну, вот. И, соответственно, это говорит о том, что у вас не простроены личные границы. Вот. Ну, то есть, личные границы не простроены от слова «совсем», вот, от слова «вообще». Не простроены личные границы вообще никак. То есть, каких-либо активных навыков, значит, взаимодействия с людьми, да, навыков взаимодействия с окружающим миром, даже, может быть, скажем так, не с людьми, а с окружающим миром. У вас нет. То есть, вот вы говорите, видите, я чувствовал, раньше я чувствовал заботу Бога. Но, простите, как бы, это явный перенос ответственности. То есть, я не претендую сейчас на то, чтобы утверждать, как бы, утверждать, есть ли Бог или его нет, да, потому что это, как бы, ну, другая история. Но, совершенно очевидно, что, говоря о Боге вот так, вы склонны, значит, ответственность с себя снимать. Понимаете? И это происходит и происходило не случайно. И поскольку, как бы, как бы в Боге-то вы усомнились, вот, да, то есть, ну, привычная вот структура, привычная модель мира, которую вы воспринимали, да, ну, которая была для вас актуальной, вот. Она уничтожила, эта модель. И, возможно, потребовалась модель другая, вот. Что и послужило стимулом, поводом для того, чтобы, соответственно, ну, смотреть какие-то передачи про гипноз, там, кемеровского, кемеровского, да, и так далее. То есть, определите для себя, вот, данный аспект. То есть, я вот это все делаю для чего? Что бы что? Зачем? Какая выгода мне от всего этого, да? Ну, вот. Смотрите. Так. Подскажите, пожалуйста, как разрешить проблему? Проблему разрешить можно на личной консультации. То есть, с вами нужно работать. Дело в том, что у меня чувствительность к восприятию программы гипнотического содержания, релаксационных видео, где выступают экстрасенсы. Кашпировский, а, Кашпировский, не Кемеровский, Кашпировский, извиняюсь, это да. Что значит чувствительность? Чувствительность, это значит повышенное восприятие, да? Ну, наверное. Я думаю так. Действительность, это повышенное восприятие. А повышенное восприятие, в свою очередь, это что? Повышенное восприятие, это означает, что мне, ну, то бишь, то бишь, вам, как бы, вам как бы нравится то, что происходит. Вас это как бы задевает, да? ну, задевает в, ну, скажем так, в хорошем, в хорошем смысле слова, задевает. То есть задевает в том смысле, что нравится, задевает в том смысле, что даёт что-то, что вам нужно. Вот и нужно понять, что вы хотите, что вы пытаетесь, что вы пытаетесь получить через это. Потому что вы же понимаете, что, ну, сами понимаете, да, что кого-то задевает, а кого-то нет. И если вас задевает, если как бы вы, ну, вот, вступляетесь на это, значит у этого есть причины. То есть есть причины, по которым вы вступляетесь. И получается, что вот это вот и нужно исследовать, в первую очередь, в самую первую очередь, нужно это исследовать. Понимаете? Вот. Чувствительность, она сама по себе взяться из ниоткуда, из ниоткуда не могла. Понимаете? Никак. Это, так не работает. Чувствительность, человек чувствительный к тому, где он чувствует себя уязвимым, где он чувствует себя слабым, где он чувствует себя зависимым. Да? А зависимость, в свою очередь, это что такое зависимость? Это нуждаемость, как раз таки. Это потребность, как раз таки. Вот. Понимаете, какая история? Ну, так вот. Вот, соответственно, в зависимости и потребности здесь и нужно, значит, начинать. Вот. Зависимый человек – это всегда жертва. Зависимый человек – это всегда человек, который, ну, не берет личную ответственность. Зависимый человек – это человек, который боится, который, ну, как бы, стремится к определенному результату. Вот. Негативному, потому что ему этот результат нужен. Вот. Зависимые люди обладают рядом лично-личностных проблем, таких, как страх один-за-одиночества, отсутствие собственной значимости. Вот. Неуверенность, там, в себе и так далее. Вот. Все эти вещи, все эти вещи вам необходимо прорабатывать. Вот. Понимаете? То есть это вот такая планомерная, последовательная работа. Вот. Дальше. Так. Стоило два года назад набрать такую, я до сих пор не могу выбраться из состояния, как будто я вижу мир сквозь призму во сне, как будто. А почему? Так. Потому что вам так нравится. Вам спокойнее так. Вы, как бы, хотите, чтобы так было. Вам приятно, чтобы так было. Вам, вас устраивает, что, ну, вас устраивает, что мир, мир вокруг вас, он вот такой, да, то есть, ну, через призму. Вы не хотите, чтобы мир был реальным. Ну, ведь, ведь правда, не хотите. Не хочется вам, чтобы мир был реальным. Вы боитесь этого мира. Боитесь, боитесь его реальности. Реальным, реальный мир вас пугает. Понимаете? И, соответственно, пока у вас есть выгода, выгода, личная выгода, вот в том, что, ну, в том, что вы делаете, пока есть эта выгода, ничего не изменится. Потому что ради этой выгоды вы будете снова и снова поступать так, как вы поступаете. Вот. То есть никаких абсолютно перемен, изменений не будет. Потому что выгода будет определять, по сути, все, что вы делаете. Вот. Это неплохо. Ну, то есть, с точки зрения, опять же, с точки зрения психологии, это неплохо. Вы защищаетесь. В данном случае просто идет защита. Вот. Вы просто пытаетесь защищать. Вот. Как умеете, как можете, вы защищаете. Но, по итогу это ведет, сами видите, ведет это в никуда, в посуду. Вот. Вот и все. Дальше. Так, ощущение, что на голову надета пелена, есть ощущение потери времени. И вам хочется в этом ощущении быть. Ощущение, как будто я, как бы, наблюдаю свое тело, и осознание тела, это как представка. Правильно. Это называется дереализация. Ну, иногда это называется дереализация. Я это, ну, как психолог, да, а не психотерапевт. Я это называю, значит, именно отстранением. То есть, вы отстранились. Вы отстранились от реального мира. Вот. Почему отстранились от мира? Потому-то, быть вовлеченным, быть вовлеченным в мир, вам не хочется. Вы боитесь. Вам некомфортно. А, не быть вовлеченным в мир, гораздо легче. Ну, для вас, по крайней мере. Удобнее. Главное, нет мотива. Для вас. Понимаете? Для вас нет мотива возвращаться в этот самый мир. То есть, чтобы пилины не было. Мотива нет. Ну, вот, серьезно. Вот, какой мотив у вас возвращаться в этот мир. Да, вам некомфортно, да, вам, там, неприятно, вы говорите дико. Но и все. И все. Мотива нет. Вы ничего не теряете от того, что находится в этом состоянии. Ну, кроме, вот, ощущений, да, каких-то. Вы больше ничего не теряете. Помимо в этом. Именно поэтому ситуация вот так и складывается. Именно, вот, по этой причине. Вам просто не надо. Иначе бы вы уже давным-давно думали бы, как из этого состояние. Вот. Мне в этом состоянии как-то некомфортно. Почему? Давайте определим, в чем некомфортно. Прочитал мнение эзотериков буддистов, вот опять. То есть посмотрите, опять те же грабли. То есть я в чем-то не уверен, вместо того, чтобы прислушиваться к себе, я считаю мнение других и еще больше себя запутываю для того, чтобы... Для того, чтобы что? Вот какая выгода от всего этого вам? Знаете, я же выгоду, я же выгоду, это не знаю. Это ваша выгода. И вам, соответственно, смотреть, что это за выгода. Но она есть. Она одна у нас есть, сто проц... сто процентов. Вот. И вот, соответственно, соответственно, от этого и нужно исходить. Понятно, да? Дальше они говорят, что есть сознание и находимся вне времени пространства. Мы есть сознание и находимся вне времени пространства. Вот приблизительно то, о чем говорят Аша и Я. Скажите, согласны ли вы с мнением буддистов? Нет, не согласны. Потому что как бы психология это натуралистическая наука, да? Она придерживается взглядов натуралистичных. То есть человек, по мнению психологии, человек это органическое существо, которое, значит, соответственно, обладает интеллектом. Но интеллект это продукт природы, это не продукт чего-то внеземного. Вот. Соответственно. И как бы именно поэтому, именно поэтому я как психолог с этим согласиться не могу никак. Потому что в данном случае теория, показывая внеземное, ну, внеземное, вневременное, значит, свойство сознания человека, по сути оправдывает вообще все. Оправдывает бездействие, оправдывает пассивность, оправдывает безответственность, оправдывает, там, несчастье и так далее, и так далее, и так далее. И самое главное, лишает человека мотивацию. Вот. Ну, я понимаю, почему вы на это обратили внимание. Я могу понять, почему вы обратили на это внимание. Потому что вам, опять же, вот вы вдумайтесь только. Вам хочется, чтобы было так. Вам хочется, чтобы так было. Потому что тогда вам ничего не придется делать. Ну, как бы, для того, чтобы ситуацию изменить. Понимаете? Вот. Ну, некомфортность того, что вы испытываете, можно будет просто списать на, там, низкий уровень адаптации, например. И все. Понимаете? Все. Люди обращают внимание на теории только те, почему я вот не рекомендую читать литературу клиентов. Люди обращают внимание только на то, что их надевает, что их, как бы, ну, привлекает. Вот. То, что дает им, как бы, ответы на вопрос, на их вопрос. Вот. Знаете, что-то. То есть, они не ищут ответов, так как бы, в себе. Вот. В себе ответов, так как бы, как бы, нет. Вот. Не нацелены люди на то, чтобы познавать себя. Не нацелены на то, чтобы извне искать ответ. Нет. А психология как раз таки, психология считает, что в человеке ответы есть. Знаете? Вот. Именно в человеке ответ, все ответы есть в человеке. Все ответы можно найти в человеке. Вот. Вот. Знаете? Дальше. Да. Так, эээээ. Как мне решить проблему? А то жить не ощущая единство тела и сознание не очень как-то, не очень как-то непривычно, дико. Личная консультация, индивидуальная работа. Алексей, это вот то, что можно сказать. Потому что проблема серьезная. Я не знаю, были ли вы у врача, у психотерапевта, у психиатра, я бы рекомендовал вам обратиться впервые к врачу, мало ли что, вдруг у вас, ну, мало ли там, какие-то проблемы. Если вы здоровы, с точки зрения психиатра, клинического психолога, если вы здоровы, то я думаю, что в таком случае вам нужно к психологу и работать. То есть по-другому это не делать. Кстати, дело не в том здесь, дело здесь не в том, согласны вы или нет. Понимаете, вот вы, опять же, вы ищете какие-то подтверждения. Да, то есть вы хотите, чтобы с вами кто-то согласился, чтобы с вами кто-то не согласился. Вот. Что-то доказать, что-то опровергнуть. Это детская позиция. Это детская позиция. Это детское, это в детском мышлении. Не взрослый он человек. Не взрослый он человек. Вот. Для меня все полезно. Думает взрослый. Что для меня полезно? Вот для меня полезно, полезно то, что сейчас, например, происходит со мной. Нет. Не полезно. Ну, все, значит, все, это не надо. Нет, не надо. И, как бы, ну, какая разница, согласен, там, кто-то с этим или нет. Мне это не полезно, все, значит, это, как бы, ну, отсеивается. Вот это не полезно. Вот так думаю взрослый человек. А у вас здесь, у вас, у вас здесь, значит, как бы, ну, в противорече такое. В противорече. С одной стороны, вроде бы вам не комфортно, но с другой стороны, вы же, вы же пытаетесь, значит, вы пытаетесь выяснить что-то об этой позиции. А что будет, если мы скажем, что да, мы согласны с этим? Вот что тогда будет, что тогда будет, что тогда случится? Что тогда вы будете делать? Как тогда быть с вашим, вот, с вашим дискомфортом, например, с тем, что вам, ну, не по себе, от этого, ну, вот, от этого. Вот. Как тогда быть? Понимаете? Вот. Какая сторона? Вот как бы, на это обратите внимание. Своё. В первую очередь. Понятно? А чем идет речь? Надеюсь. Вот. Вот. Потому что только так можно вам помочь. Только так. Только вот через такую работу. Не по-другому. Как-то. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучше. Я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. 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 Спасибо.